Девочки, всем привет! Меня зовут Ира, кто еще не знает, и сегодня я хочу рассказать вам о своем идеальном покрытии, отличном тональном креме, который я наконец-таки нашла спустя много лет поисков. Если вы смотрите за мной, давно наблюдаете, смотрите мои видео, то вы знаете, что я всегда была в поисках идеального средства для выравнивания тона кожи, и наконец-таки я его нашла. Также по отзывам, кстати, ютуб-блогеров по Айриконенду я решила попробовать вот такое вот средство. Это тональный крем Инсталук от Люкс Визаж. Мне вообще продукты тональной от Люкс Визаж никогда не нравились, они мне не подходили, они как-то плохо ложились лично у меня. И, ну, были очень хорошие отзывы, и я решила его попробовать, и осталась в полнейшем восторге. Это моя вторая баночка, сегодня пойду за третий. Единственный его минус, на мой взгляд, что он не очень экономичный, но, знаете, наверное, смотря как пользоваться. Я пользуюсь тональным кремом два раза в день, поэтому, в принципе, и уходит он у меня быстро. Что у нас здесь заявляет производитель? Эффект бархатной кожи, скрывает несовершенство, уменьшает видимость пор и мелких морщин. Ну, вы можете сами визуально оценить, как смотрится кожа, по-моему, отлично. Даже мои темные круги под глазами, да, конечно, немножко есть, я специально здесь нет ни консилера, ничего, и, наверное, я наносила где-то в покрытие часа два назад. Вот, можете оценить. Кто-то скажет, что оно немного блестит, но, честно, я бы так не сказала, по-моему, это скорее сияние. Как вы думаете? Напишите в комментариях. В общем-то, мне очень нравится, оно действительно хорошо перекрывает недостатки, но мне скорее нужен тональный крем именно для выравнивания тона кожи. Поэтому, в принципе, с этим он справляется отлично. Здесь средняя степень покрытия и легкая текстура. Вот как-то, я не знаю, как производитель это смог совместить в одном флаконе, но это действительно так. Что мне еще здесь примечательно, вы знаете, что я никогда не наносила увлажняющие крема перед тональным кремом, когда пользовалась своим белитовским. Вот здесь покажу, картиночку вставлю вам. Я оставлю ссылочку на видео, если вам интересно, посмотрите. Потому что он был мега увлажняющий, мега напитанный, то есть его можно было спокойно использовать вместо дневного крема. С этим такого не получится. Почему? Потому что он, знаете, ровно ложится именно на увлажненную кожу. Если попытаться нанести его на кожу после умывания на сухую обезвоженную, ну, обезвоженную громко сказала, на сухую неувлажненную кожу, то он, во-первых, очень быстро как бы засыхает, схватывается. И за счет этого у него очень хорошее время носки, как бы стойкость очень хорошая. Но обязательно нужно увлажнять кожу, иначе, да, вы не сможете его просто равномерно распределить, и это будет смотреться неаккуратно. В принципе, я даже не знаю, что тут еще можно о нем сказать. Это однозначно мой любимчик, и я даже, честно говоря, прекращаю свои поиски, по крайней мере, на ближайшее время. Потому что действительно очень достойный, очень достойный продукт на нашем белорусском рынке. Вот я ничего такого даже близкого не встречала, если честно. Поэтому обязательно попробуйте, если вы не пробовали. Стоимость его где-то 3 доллара, то есть стоит он где-то около 7 белорусских рублей. Обязательно напишите в комментариях тональные средства, которыми вы пользуетесь, и остались в полнейшем в восторге. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok